Ксения Здравствуйте! К нам обратилась Ксения, которая только что вернулась из отпуска. Конечно, она загорала, купалась и в море, но при этом кожа ее осталась недовольна. Часто Ксению теперь стали беспокоить ощущения стянутости кожи, сухость кожи, шелушение. Появляться стали некоторые воспалительные элементы на коже. При этом Ксения использовала разные косметические средства для того, чтобы помочь своей коже. Но все это было безрезультатно, потому что не было никакой системы. Средства были абсолютно разные и Ксения даже не знала, чем можно восстановить свою кожу. Итак, мы будем спасать кожу Ксении сегодня с помощью косметических средств мира. Итак, те косметические средства, которые Ксения использовала во время отпуска, нам уже не понадобятся. Поэтому мы их убираем и будем подбирать программу для кожи Ксении, которая стала чувствительной на солнце. Начнем с очищающего средства. Это молочко очищающее, которое будет нежно убирать остатки механических загрязнений, остатки декоративной косметики, продукты жизнедеятельности. И, пожалуйста, Ксения будет все делать Ксюша самостоятельно, чтобы научиться, как правильно ухаживать за своей кожей. Так, достаточно. Наносим на ручки, распределяем. И небольшое количество наносим на кожу. Двумя руками можно работать. А везде, по всей поверхности кожи распределяем ручками. И можно ручки смочить в водичке. Для более тщательного очищения мы рекомендуем пользоваться специальным спонжем для снятия макияжа. Пористая губочка помогает сделать этап очищения более эффективным. Пожалуйста, Ксения, можете воспользоваться. Можно? Да. Прополощите водичкой. Вода у нас всегда комнатная температура, очень комфортная для кожи. Мы стараемся избегать резких температур, сильно горячей или сильно холодной. Для того, чтобы не травмировать кожу резкой разницы температур. Отжимаем спонжик и убираем. Стараемся все делать по массажным линиям. То есть все массажные линии – это линии наименьшего растяжения кожи. Поэтому первая линия у нас идет от подбородка к ушам. И мы очищаем уже по массажным линиям. Движение. Правильно. Вторая линия у нас идет от уголков губ к косилкам губ. Правильно. Дальше у нас по скуловой дуге, лоб феерообразный. И спонжиком мы очищаем кожу уже по массажным линиям. А нос? Нос, крылья, носа расходятся. Правильно. Правильно. Хорошо. И таким образом мы очищаем кожу ежедневно вечером. Обязательный этап очищения. И при этом мы используем мягкую эмульсионную форму продукта. Потому что кожа на солнце становится более чувствительной. И ей нужно более мягкое очищение. Ни в коем случае мы не используем мыло. Потому что мыло нам создает щелочную среду. И у кожи будет повышаться чувствительность еще больше. А мягкое очищающее молочко. Продолжаем. И лоб тоже вот так веерообразно расходится. Так, хорошо. Ксюша делает успехи у нас. То есть ежедневное очищение поможет коже сохранить ее защитную функцию. То есть все движения мягкие. Вода комнатной температуры. То есть мы очень аккуратно обращаемся с нашим лицом. Особенно после загара. Второй этап ухода за кожей Ксении будет глубокое очищение. Мы помним о том, что Ксения долго пребывала на отдыхе. На морском отдыхе, пляжном. И кожа ее стала чувствительной. Поэтому для этапа глубокого очищения мы выбираем очень нежный ферментативный пилинг. Который не содержит в себе абразивных частиц. И будет мягко обновлять кожу Ксении. Итак, глубокое очищение. Небольшое количество пилинга. Нам буквально нужно несколько миллилитров. И Ксении пригодится еще вот такая специальная кисточка для нанесения масок. В том числе и пилинга. Пожалуйста, наносим на кожу. А можно мне как-то убрать волосы? Да, конечно. Если в домашнем уходе вам необходимо убрать волосы, чтобы они не мешали вам, то можно воспользоваться специальным аксессуаром. Вот такой махровой повязкой. Фирменным аксессуаром. Для того, чтобы волосы не мешали. Правильно его одевать. Так. Теперь расскажите. Надеваем. И закрепляем. Все. Теперь удобно. Отлично. Продолжаем ухаживать за кожей. Ферментативный пилинг. Наносим кисточкой. Так. По ходу массажных линий, как мы и проводили этап очищения. Тонким слоем лицо, шея, тонким слоем наносим, избегая область вокруг глаз. А как правильно шею? Шею мы наносим, боковые поверхности идут у нас вниз, передняя вверх. Правильно. На крылья носа, носик тоже небольшое количество. Мы нанесли ферментативного пилинга. Ферментативный пилинг содержит в себе фермент папаин, который будет мягко обновлять сухую чувствительную кожу к сене. При этом не будет ее травмировать. Ферментативный пилинг мы рекомендуем проводить один раз в 7-10 дней. В зависимости от состояния кожи. Для Ксении... Дальше делаем. Для Ксении мы рекомендуем проводить ферментативный пилинг один раз в неделю. Для того, чтобы помочь коже обновляться. На шею наносим небольшое количество. Оставляем филинг минут на 10-15. Вниз у нас вот так вот идут боковые. Вот так? Да. Сверху вниз. Приучаемся сразу все делать по массажным глиням. И бередняя поверхность идет вверху. Бередняя поверхность идет вверху. У нас боковые. Так, поднимаемся. Облично. К Ксении. Все хорошо получается. Так. Все. Все. Оставляем филинг на 10-15 минут. Как ощущения на коже? Ой. Небольшое, может быть, пощипывание в редких случаях. То есть, в целом... Нет. И нет, да? Пощипывание. То есть, в целом, пилинг очень хорошо переносится. Даже чувствительная кожа. Даже если на коже у вас появилась сосудистая сеточка близко к поверхности. Так называемый купероз. Тоже ферментативный пилинг можно использовать. Так. И оставляем на 10-15 минут. Так у нас уже прошло 10 минут. Для кожи Ксении этого вполне достаточно. Особенно для первого раза. И мы начинаем смывать ферментативный пилинг. Так же по массажным линиям. И не забываем, что этот этап мы проводим один раз в 7-10 дней. То есть, одного раза в неделю достаточно для того, чтобы помочь нашей коже обновляться. Для того, чтобы проводить глубокое очищение сальных протоков. И подготовить кожу к дальнейшему этапу. Потому что этап глубокого очищения важен для дальнейшего ухода за кожей. Все остальные косметические средства будут работать намного лучше. Продолжаем умываться по массажным линиям. И помним о том, что температура воды должна быть комфортной. Комнатной температуры. И может быть даже немного прохладнее. Особенно если кожа отличается повышенной чувствительностью. Так. Смываем. До полного очищения кожи. Шею тоже. Шея у нас идет боковые поверхности вниз. И передняя поверхность вверх. Все время помним про массажные линии. Так. Правильно. Как чувствует себя кожа? Нравится ей? Да. Отлично. То есть каждый этап показывает нам, что мы правильно ухаживаем, что кожа Ксении довольная и ей нравится уход. Следующий этап ухода будет тонизирование. Мы будем восстанавливать PH кожи. Но помним о том, что кожа после загара становится суше, повышается чувствительность. И мы воспользуемся лосьоном очень нежно, мягким, с пептидами шелка для сухой кожи. Итак, Ксения, для этапа тонизирования тебе понадобятся ватные диски. Пропитываем лосьоном тонизирующим для сухой кожи ватные диски. Лосьоном тонизирующим достаточно. Мы рекомендуем пользоваться после каждого умывания. Пропитываем диски лосьончиком. А, два. Можно два. Пропитываем еще лосьоном. Можно один взять диск, можно два. Двумя будет удобнее. Двумя руками. И просто протираем кожу по массажным линиям. Лоб, то есть периферию кожи. Просто протираем лосьоном. Очень приятный запах лосьона. Очень комфортное действие. Помогает восстанавливать PH кожи. Помогает тонизировать кожу. Снимает остатки очищающего средства. Шею тоже, да? И снимает так называемое стрессовое воздействие воды. Потому что не всегда, не везде мы можем найти чистую, хорошую воду. Лосьоном для сухой кожи с пептидами шелка. Очень хорошо пользоваться для сухой кожи после загара. Когда она становится более чувствительной. Следующим этапом у нас будет уход за кожей век и губ. Губам мы очень редко уделяем внимания. И для Ксении мы рекомендуем использовать крем-гель для губ. Просто выдавливаем на подушечки пальцев. Небольшое количество нам понадобится. И распределяем по всей поверхности губ. Верхнюю и нижнюю тоже мы не забываем. Крем-гель с маслом какао и амаранта будет восстанавливать нижнюю кожу губ. И здесь нету сальный желез. Нету меланина. Она беззащитна перед солнцем. А Ксения только что вернулась с пляжного отдыха. Поэтому уход за кожей губ обязательный этап нашей программы. И переходим к уходу за кожей вокруг глаз. И нам поможет гель-контур восстановить влажность кожи. Сохранить влажность кожи. Увлажнить ее вокруг глаз. Небольшое количество гель-контура выдавливаем на безымянные пальчики. На подушечку достаточно. И распределяем между двумя безымянными пальчиками, подушечками пальцев. И наносим по массажным линиям от переносицы к виску верхнее веко. Легкими прижимными движениями, фиксируя пальчики на коже. И возвращаемся от виска к носу нижнее веко. И легкими круговыми движениями повторяем. До полного впитывания средства стараемся кожу не растягивать. Если вы чувствуете, что крем начинает впитываться, то мы мягко прижимными движениями, кончиками пальцев, фиксируем кожу. Кожа век более чувствительная, чем кожа лица. Здесь быстро отражаются все возрастные проявления кожи. Здесь нету сальных желез. И быстро появляются первые морщинки. Ксения молодая девушка. Поэтому основная задача нашего ухода это сохранить то, что есть, как можно дольше. И про кожу вокруг глаз мы, конечно же, не забываем. Обязательное правило при уходе за кожей вокруг глаз нанесение косметического средства не позднее, чем за час до сна вечера. Обязательно, Ксения, запомните. То есть ежедневно, утром и вечером мы ухаживаем за кожей вокруг глаз с помощью гель-контура, который помогает нам сохранить собственную влагу и увлажнить нежную кожу вокруг глаз. И следующий, заключительный этап нашего ухода для кожи Ксении это восстановление структуры кожи после пляжного отдыха. И здесь, конечно, нам помогут наши космоцевтики. Гель-бальзам репалирующий, замечательное средство. Первая помощь после солнечного ожога для восстановления структуры кожи. Если вы вернулись с пляжного отдыха, как Ксения, то гель-бальзам репалирующий просто незавидим в вашем уходе. Итак, наносим. Берем на кончики пальцев небольшое количество гель-бальзама. Нам нужно совсем немного. Распределяем. И наносим по массажным линиям. Небольшое количество до полного впитывания. Прямо кончиками пальцев, подушечками пальцев распределяем легкими движениями по массажным линиям. До полного впитывания. Гель-бальзам репалирующий помогает коже восстанавливаться. Репарация восстановления кожи. Дает антиоксидантную защиту. Увлажняет кожу. Восстанавливает ее структуру и защитные функции. При этом гель-бальзам репарирующий мы смывать уже не будем. Он остается и будет работать кожа. Ксения. Про шею тоже мы не забываем. Шея тоже небольшое количество. И боковые поверхности вниз, передние вверх. Повторяем нанесение гель-бальзама репарирующего ежедневно, утром и вечером на чистую кожу. Обязательно наша программа должна носить курсовое применение. И курс той программы, которую мы подобрали сегодня Ксении, будет в течение месяца. Именно за это время происходит обновление клетки кожи лица. И наша программа тоже рассчитана на месяц. И надеемся, что за это время кожа Ксении восстановится. И мы подберем ей что-нибудь еще. На этом наше занятие закончено. До новых встреч! Ну что, теперь там одна стерла. Раз, два, три, четыре, пять. Адель, ну-ка, сядь, поговори, я послушаю. Ну что, может быть, ближе к камере? Нет, хорошо, слышно отлично. Хорошо, да? Слышно. Хорошо, значит, хорошо. Так, сейчас с моделями, теперь они то получаются, то у них не получаются. Сейчас посмотрим вяжного отдыха и забывали ухаживать за губами там. Корява получилась, да? И следующим этапом ухода у нас будет восстановление кожи после пляжного отдыха. И, конечно, здесь не обойтись без наших замечательных... Все, синий, Юля, синий, аромал. Все? 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 Вот так, все? Все. Понимаем? Все. Ой, спасибо вам большое. Как понравилось. Да, да, да. Хорошо? Не очень хорошо, это правда. Потому что теперь, конечно, можно каждый день использовать. А мне все это нужно? Лучше всего все вместе, потому что только что мы разобрали уход программы. То есть каждый этап он подготавливает кожу к последующему или восстанавливает после предыдущего. То есть это самое минимум, то, что необходимо для кожи на сегодняшний момент, чтобы сохранить ее здоровье, молодость. Потому что после солнца кожа стареет, конечно, стареет, стареет, быстрее. Поэтому, чтобы замедлить процесс старения после солнечных ванн, чрезмертных, обязательно, конечно, нужно кожу увлажнять, ухаживать. Но, помимо этого, и веки, и губы обязательно тоже подключаются сюда. Поэтому самое правильное и самое эффективное будет использовать именно в комплексе. Да, пожелала. Тогда кожа будет довольна. Хорошо. Я думаю, что через месяц увидимся и расскажем своих ощущений. Тогда надо приобретать все. Спасибо, Катыш. Вам спасибо. Средства теперь все твои. Правда? Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...